МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Продавать или оставить? Депутаты продолжают обсуждать судьбу бань заречных. Будь готов, всегда готов. Лучших пионеров города наградили сертификатами и памятными подарками. Покорили область хоккеисты 2003 года рождения чемпиона регионального турнира. Далее расскажем обо всем подробно. И вновь о заречных банях. Их судьба под большим вопросом до сих пор. Здание пришло в негодность, чем депутаты лично убедились на выездном заседании. Для ремонта нужны немалые деньги, при этом посещаемость бань падает с каждым годом. И сегодня составляет порядка 30% от мощности. Но это, по мнению народных избранников, не повод продавать их. Поэтому заречные бани опять появились в повестке очередного заседания думских комитетов. В том виде, в каком сегодня находится заречная баня, функционировать они не могут. Это видно и невооруженным глазом. Плюс ко всему есть предписание от санэпидемстанции. Чтобы устранить все замечания СЭС, необходимо минимум 8 миллионов рублей. Это примерный подсчет. На то, чтобы сделать точную смету, средств тоже нет. Поэтому шансы на открытие заречных бань после летнего перерыва весьма призрачны. Поскольку денег нет, то она так и будет стоять закрытой. И, скорее всего, не изыщутся средства для того, чтобы ее открыть, например, в сентябре. Скорее всего, с учетом складывающейся обстановки, деньги эти так и не будут изысканы. Поэтому предприятие будет вынуждено содержать это здание, которое не будет вести деятельность. Напомним, заречные бани закрыли чуть более двух недель назад с поправкой на летний период. Но если финансы на их ремонт не будут найдены, период этот может затянуться надолго. На выездном заседании директор бань Сарова Ирина Назарова сообщила, в плачевном состоянии находятся все три муниципальных бани. И каждая требует серьезных вложений. Поэтому рассматривается вариант продажи здания на Зернова-20. Планируемый доход – 16 миллионов рублей. Деньги пойдут на то, чтобы устранить замечания СС в боровых банях и вывести центральные на конкурентноспособный уровень. Деньги будут направлены в первую очередь на ремонт помещений люксов. Предполагается, что возможно будет увеличение их количества за счет сокращения площади каждого конкретного люкса. Возможно увеличить их количество, чтобы привлечь большее количество посетителей. Идея не пришлась по душе горожанам. В обращении к администрации они собрали порядка 700 подписей против закрытия бань. Саровчан поддержали и депутаты. С тем, что бани в ненадлежащем состоянии и требуют ремонта, согласны все. Главный вопрос – почему здание довели до такого состояния? Я узнал давно, почему в прогнозе социально-экономического развития города эти проблемы нашли отражение. Я удивляюсь вообще, как туда кто-то входит в эти декорации. Извините меня за... Это да. Я не знаю, если 25 лет ремонтов не было, вызывать просто доведение, выжили, все, все соки. Выкинули это здание, а сейчас говорят, нам это не рентально. Ребята, надо вкладываться, если вы хотите, чтобы она работала. Финальную точку в споре о судьбе заречных бань пока не поставили. Депутаты запросили у руководства МУП оточные расчеты затрат на ремонт здания, бухгалтерские балансы и стратегию развития. Получив и в дальнейшем изучив эти документы, народные избранники вновь вернутся к этому вопросу. Мы свою точку зрения высказали, дальше вы и направим вам запрос. Если у вас есть желание и возможности после этого всего продать баню, это ваше будет право. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Сорох-24. 17 мая в начале 9 утра на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в одной из квартир по улице Курчатова. Помещение на четвертом этаже наполнилось дымом за считанные минуты. Спасатели своевременно прибыли на место происшествия, огонь удалось ликвидировать. Из квартиры начали вырваться клубы едкого дыма. Два окна и балкон на четвертом этаже дома номер 13 по улице Курчатова заслонило завесой черного облака. Ровно в 8.27 на место прибыло три пожарных автомобиля первой и шестой частей. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Впоследствии огонь перекинулся на соседние помещения. К счастью, никто не пострадал. Спасатели устранили возгорание в течение получаса. По предварительным данным, причина пожара – неисправность электропроводки. Официальные причины станут известны после экспертизы. К другим новостям. Диетологи – эксперты в области пищевых продуктов и культуры питания. Они могут помочь нам выбрать наиболее подходящий рацион питания, спланировать меню. В лицее номер 3 прошла встреча с диетологом, на которой подростки смогли узнать о том, что такое здоровый образ жизни и почему так важно правильно питаться, соблюдать режим дня и быть физически активным. Здоровый образ жизни для подростков не просто важен, а жизненно необходим. Но в юном возрасте мало кто задумывается о том, что именно в этот период закладывается фундамент для успешной, счастливой и полноценной жизни, в которой здоровье играет главную роль. На сегодняшний день, к сожалению, показатели здоровые не только взрослых стали желать лучшего, но и детей и подростков. И поэтому уже в детском и подростком возрасте человек должен задумываться о том, как он живет и как ему жить дальше, если он хочет быть здоровым. Врач-диетолог рассказал ребятам о том, как неправильный режим питания влияет на организм и к чему может привести злоупотребление пищи с высоким содержанием сахара и холестерина. Раскрыла секреты того, как оставаться здоровым даже в преклонном возрасте и избежать таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и болезни сердечно-сосудистой системы. На этой лекции проводили тест на кислотную щелочную среду в организме человека. И я узнала, что у меня довольно кислая среда во мне, поэтому надо больше пить воды и есть фруктов и овощей и других орехов, например. Очень важно воспитывать в подростках лично ответственность за свое здоровье, формировать полезные привычки, приучать их к правильному образу жизни и неизменно его придерживаться. Наталья Петрунина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Узнать, через сколько придет тот или иной автобус, теперь можно с помощью мобильного телефона. В нашем городе в тестовом режиме запустили мобильное приложение «Умный транспорт», с помощью которого в режиме онлайн можно наблюдать за перемещением автобусов. Сервис с адаптацией под наш город доступен для скачивания в Google Play и App Store. В настройках приложения необходимо выбрать город Саров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 14-й школе прошло традиционное тестирование школьников, претендующих на целевые места вне в вузах. В нем приняло участие около 70 сашеклассников. Тестирование по традиции проходит дважды в год. В следующий раз ребята смогут проверить свои знания в октябре. Результаты будущей абитуриенты смогут представить конкурсным комиссиям при распределении целевых мест в вузах-партнерах ядерного центра. Центр поддержки предпринимательства приглашает сарачан, интересующихся разработкой программного обеспечения на бесплатный мастер-класс компании «Нерика Решения». Она, напомним, является резидентом территории опережающего социально-экономического развития Саров. Мастер-класс пройдет 23 мая и начнется в 18 часов. Волонтеры из центра «Радость моя» посетили детское отделение Путминского психоневрологического интерната. Они провели для детей мастер-классы, один из которых был посвящен предстоящему празднику Святой Троицы. Благодаря неравнодушным саровщинам волонтеры смогли собрать все необходимое, о чем просили в интернате. В канун Дня пионерии традиционно в нашем городе отмечают наиболее отличившихся ребят, которые в течение года учились в школе пионерских профессий и самостоятельно проводили различные мероприятия. Во Дворце детского творчества прошло торжественное награждение членов Союза детских организаций «Сияющие звезды». Пионеры и вожатые подготовили музыкальные выступления, а самые выдающиеся активисты были отмечены сертификатами и патентами. Более двухсот сертификатов вручили новичкам, которые освоили одну из пионерских профессий и выполнили ответственные поручения. Награждая активистов детской организации «Сияющие звезды», представители администрации вспомнили свое пионерское детство. Хорошее дело пионерии. Учить только самому хорошему, что надо быть первым, надо быть добрым, надо всем помогать. 56 активистов получили патенты о том, что они не только сами освоили нужную профессию, но и обучили ей других. А те, кто имеет в своем портфолио и сертификаты, и патенты, получили звание инструктора. Современная детская организация, как преемница пионерской, постоянно привносит что-то новое в свою деятельность. Мы взяли лучшие традиции пионерские, нашу символику в пионерскую ставили, ну и, конечно, время не стоит на месте, идет вперед, и каждый пионер, новый пионер приносит в союз что-то свое, новое, современное, новые технологии. Александру Молоку на торжественной церемонии удостоили звания инструктор коллективно-творческих дел за активную деятельность в школе и участие в городских мероприятиях. Девочка ни разу не пожалела о том, что несколько лет назад вступила в ряды пионеров. Детская организация сделала ее жизнь насыщенной событиями и интересными общественными делами. Для меня быть пионером – это значит быть первым, все время одержать свое слово и быть ответственным, выполнять поручения, которые тебе дают. Традиционно наградили и старших вожатых, которые собственным примером ведут за собой своих подопечных и воспитывают в юном поколении активную гражданскую позицию. Я думаю, что это самая интересная и увлекательная профессия и желаю всем вожатым полетам в делах, в их мыслях и всегда не переставать мечтать, ведь мечты сбываются. Помимо награждения всех участников вечера ждал небольшой концерт. Творческую программу для зрителей подготовили школьники из пионерских и детских дружин и отряд старших вожатых «Гелиос». Празднование, посвященное Дню Пионерии, продолжится 18 мая. В 6 утра на лыжной базе начнется программа «Пионерский рассвет». А вечером всех желающих ждут на площади возле Дворца детского творчества на концертной программе. Елена Глецкова, Артемий Глацков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саровские спортсмены продолжают покорять область. Сезон 2017-2018 заставил изрядно понервничать саровских любителей хоккея. Но, как оказалось, не зря. Чемпионство нашему городу принесли как взрослая команда, так и юниоры. Хоккеисты 2003 года рождения взяли золото на областном турнире. Областной хоккейный сезон официально закрыт. И завершился он для нашего города очередным радостным событием. Спортсмены 2003 года стали чемпионами области. Это долгожданное событие. Мы очень гордимся вашей победой. Очень рады тому, что вы победили себя, победили всех соперников. И сегодня по праву принимаете заслуженные поздравления. Это первый столь высокий результат юных хоккеистов за последние несколько лет. Путь к чемпионству оказался нелегким, но ребята с достоинством провели все матчи. Каждого соперника нужно уважать. Не могу никого выписать, никого унизить. Там все играли на достойном уровне. Для Владлена Феоктистова этот сезон вдвойне особенный. На торжественной церемонии в Нижнем Новгороде председатель областной федерации хоккея вручил ему индивидуальную награду. Как лучшему защитнику первенства региона в своей возрастной категории. Достойно. Можно еще, конечно, просеять лучшим защитником. Это моя цель. На торжественной церемонии в Ледовом дворце присутствовали и самые преданные болельщики ребят. Люди, которые поддерживали их на протяжении всего сезона и внесли самый неоценимый вклад в их чемпионство – их родители. Пусть эти красавцы будут не последними в череде побед города Сарова на всевозможных соревнованиях. Мальчишки, вы лучшие, мы вами гордимся. Тренирует ребят Сергей Колюбакин. Наставник уже долгие годы полностью отдает себя любимому делу. И именно его накануне признали лучшим тренером Нижегородской области. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Восточная мудрость гласит – мед лекарство от 100 болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». С 18 по 20 мая в Ледовом дворце проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний. Потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный, мед диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 18 по 20 мая. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей!